это видео будет вот они с древним египетском городе который расположен дельте нила нижний египет когда-то он был столицей египетского царства ну какое-то не непродолжительное время там были разные города например как мемфистом и другие и хочу показать именно особый акцент будет конечно на мегалитические гранитные колонны в городе танис там все буквально разрушена такое впечатление что как будто там я не знаю ну как будто я не буду ничего утверждать как будто там размолото все порошок говорится как будто либо взрыв либо что его знает но так перемолотить все конечно это постарались я на тех кто его разрушил танис особо примечателен тем что там когда-то правили гисковский гексосы это древнее племя качпун такое полу кочевое племя которое пришло с аравийского полуострова и захватила египет нижний египет как у дельту нила какую-то часть времени приблизительно с ну по согласно официальной версии цитирую википедию с 1700 там грубо говоря 750 с 1700 по примерно 1550 год до нашей эры нижний египет дельта нила была под контролем этих кочевых племен гексосов есть версии что они исповедовали культ сета сату по крайней мере согласно по одной из версий у них был символ их символ осел и потом они были выбиты египтянами во времена тутмоса позже чем от нет чем отметилась данное место что во времена походов тутмоса ну с 1 по 3 на аравийский полуостров и на ближний восток завоевательные походы египтян они захватили огромное количество различных народов и ну семитских узнанных народов и они этих ну таких ну пленных как рабов отправили в нижний египет и также в когда египтяне и знали гексосов часть гексосов согласно одной из версий добровольно решили остаться одну как добровольно принудительно как бы ну они решили остаться в египетском рабстве и не уходить с этих земель им очень понравились этим земли дельта нила там тепло там вода там и хороший урожай круглый вот солнце лето то есть ну и они остались в этом нижней египте часть гексосов то есть египтяне не знали не всех а какая-то часть гексосов там осталась как как бы в рабстве египтян потом во времена тутмоса египтяне захватили огромное число семитских народов и они там тоже сели согласно библии они пробыли в рабстве там четыреста тридцать лет и призыв потом с произошел исход этих и евреев моисея они же вспомнить семитов с гексосами с нижней египта дата исхода точно не известно но вот мне вот удалось вычислить что приблизительно она произошла примерно с 1200 по 1700 по 1976 год до нашей эры то есть это где-то примерно совпало с нашествием народа моря но не факт что он был одновременно может какие-то там перерывы но вот приблизительно исход евреев моисея произошел примерно с 1000 указаны гигантские колонны которые разбиты буквально на куски согласно официальной версии многие из них из гранита немного из них уцелело многие камни буквально разбиты в дребезги есть две версии даже не две две даже три версии этого гранита первая версия ну частично такая полуофициальная и официальная что это просто натуральный гранит который якобы от воздействия солнца ветра там дождя и прочих там непогод ну стал таким как он называется ослабленным гранитом витит граниты и распался на многие куски вторая версия гласит о том что якобы египтяне в древние времена как-то какими-то какими-то кислотами то толком не но этого никто не знает я сразу скажу что это не более чем гипотеза она может быть ошибочно какими-то гипотезами какими-то кислотами какими-то специальными неизвестно чем как-то размягчали ну как относительно делали более мягкой более слабой поверхность гранита и так его могли обрабатывать и поэтому мы видим что гранит наше время рассыпался кстати между прочим не только в египте но и в перу то же самое ослабленный гранит то же самое если в колоннах бальбеке то же самое ослабленный гранит рассыпается как труха а третья версия тоже которая имеет право на существование что это не не гранит и не ослабленный гранит а гранитная крошка которая вот типа вот цемента и из нее вылиты эти колонны то есть этих версий прав кто его знает только машина времени может дать ответы на все вопросы либо какой-то опытный химик который на молекулярном уровне будет проверять все это и можно можно бы обнаружить какая из этих версий все-таки верно ну и четвертая версия которая самая такая мало известная мало то не говорит но теоретически могла бы быть еще четвертая версия что кто-то на молекулярном уровне изменил кристаллическую решетку этого гранита сделал его более мягким не под воздействием кислот а каким-то другим не известным непонятным способом как-то воздействовали внешне на гранит и поменяли его полностью всю кристаллическую структуру на молекулярном уровне и гранит стал более такой попадатливый для обработки кто из этих версий верен неизвестно все остальное вы видите дальше видео то есть это гигантские разрушенные колонны там видно что сначала это место было полностью разрушена а потом кто-то из кусков складывал какие-то себе жилища примитивные то есть сначала более такие древние и вот и еще особо хочу сказать лично от себя это видео не путь не никоим образом не поклонение там будет храм амона храм бубастис кстати я сделаю вторую второй частью строго о храме бубастис не поклонение этим древним богам то есть и близко не удалось узнать что они не хорошие бои например амон амон он же амон ра он же мордок это падшее существо всего потомство буквально падшая поэтому это никоим образом не поклонение этим падшим богам можно было бы сказать как поклонение труд труду человека который который был обман который был порабощен и сделал вот эти вот храмы только вот ради этого можно сделать это ну сделайте посмотреть это видео не поклонение вот этим падшим богам а именно труду обычного человека труду ремесленников труду древних египтян которые немоверным трудом это все делали эти добывали эти колонны согласно официальной версии в гранитных коньерах асуана то есть это адский труд был тысяч сотен тысяч людей которые работали там не то что там десятилетия столетия работали на над этим все все остальное увидите дальше видео всем спасибо за вашу Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА